Всем привет! С вами Иван Карчинский и в этом видео мы поговорим о счастье и здоровье. Да, вот именно такую формулировку счастье и здоровье мне уже тысячи раз доводилось слышать на различных мероприятиях. Думаю, слышали ее и вы, а может быть даже и сами употребляли. Прямо сейчас вы узнаете конкретные алгоритмы рекомендаций для произнесения цепляющего тоста. Все, что вы узнаете, подходит для мероприятий абсолютно любого формата. Все, чтобы ваши слова выполняли поставленную цель и вызывали отклик, резонанс в душах и сердцах тех людей, которые вас слушают. Пожелать счастья и здоровья это почти то же самое, что произнести, знаешь, мне особо нечего тебе сказать. Вот и получается, что люди недополучают внимания, оценки по достоинству, признания и любви. А цель-то у тоста какая? Показать наше истинное отношение, проявить наши чувства и любовь в конце концов. Очень досадное, даже печальное, когда родители встают и на свадьбе детям говорят, ну, дети мои, счастье, здоровье, никуда не годится, будем с этим что-то делать. Для начала давайте пройдемся по принципам хорошего цепляющего тоста. Принципы простые. Это простота, естественность и искренность. Что значит простота? Это поменьше витиеватости, каких-то сложных фразочек, никакой распальцовки и ложного пафоса. Просто и доступно. Естественность. Это значит быть собой и не уподобляться никому, играть только свою собственную роль. И искренность. Это, знаете ли, больше не от ума, а от сердца. Вот отсюда, чтобы транслировались ваши слова и пожелания. Ну и, конечно же, такая рекомендация, которая для всех и всегда, это избегать каких-то банальностей, каких-то изъезженностей. Подумать о том, что конкретно для этого человека или этих людей будет истинно ценно и важно услышать. Теперь сам алгоритм торжественной проникновенной речи. Итак, семь пунктов, которые запомните, а лучше запишите. Пункт первый. Обращение. Четкое, внятное, достаточно громкое обращение по имени или по именам к тем людям, которых вы поздравляете. Это очень важно. Пункт второй. Это описать и приподнять важность события. Подчеркнуть эту самую важность момента, торжества, ситуации в том числе. Третье. Это этапы большого пути. Как все пришло к тому, что вот такая-то ситуация имеет место быть. Как все пришло к тому, что вы на дне рождения у друга или вы на свадьбе у ваших близких людей. Этапы большого пути. Четвертая. Миссия в истории. Какие-то глобальные, важные вещи для тех людей, которых вы поздравляете. Чуть позже я приведу такой пример, короткий условный пример по свадебному направлению. Вам станет яснее, о чем идет речь. Пятый пункт. Личные комплименты. Здесь, естественно, только максимально искренне и правдиво, безусловно. Шестой пункт. Это благодарность. Найдите, за что поблагодарить конкретного человека и людей. И если вы соединитесь, если вы что-то вспомните, не всегда это так сразу на поверхности, но вы всегда сможете найти, за что поблагодарить этих людей или этого человека. И уже только в седьмом пункте здесь уже пожелания, выводы и призывы. Потому что вот если брать тоже счастье-здоровье, это все о седьмом пункте, о пожеланиях. Мы же счастье-здоровье не говорим. Помним о таком важном моменте, как избегание банальности и изъезженности. Только что-то по-настоящему актуальное и действительно важное для тех людей, которых поздравляем. Здесь в седьмом пункте ваши особенные актуальные пожелания. Как может выглядеть данная схема, если ее примерить на конкретные поздравления, например, с днем свадьбы. Пункт первый. Мои дорогие, Катя и Максим. Второе. Сегодня потрясающий праздник. Сегодня вы стали мужем и женой. Это чудо, которого вы достойны, которое вы заслужили. И я счастлив, что могу в такой день быть рядом с вами. Пункт третий. Я помню, когда мы с Максимом еще были студентами, жили в общежитии. Как он делился со мною образом его женщины мечты. То есть, женщина, которая и станет его женою. И, в общем, в этой истории все сошлось и пришло к тому, что этот образ целиком и полностью соответствует жене по факту. История всегда разная. Она разнится от повода торжества, от людей, от ваших предпочтений. Но история – это очень важно. Четвертая миссия в истории. Мне известно, что у вас очень большие и амбициозные планы и цели. Я знаю, как вы стремитесь привнести в этот мир еще больше добра, положительные разницы. Но миссия в истории – это тоже все всегда индивидуально. У молодоженов, у конкретных людей это одно. У фирмы, компании это все может быть по-другому. Пятое. Вы восхищаете меня. Ваша любовь – это пример для многих, в том числе и для меня. Ваша легкость и позитив заряжают всех энергией и желанием жить. Шестое. И я благодарен вам за радость, которую вы испытываете, общаясь с вами, за эмоции и драйв, которые вы буквально расплескиваете вокруг себя. И вот теперь уже подбираемся к седьмому пункту. Я люблю вас. Я желаю, чтобы в вашей жизни, чтобы в жизни каждого из вас и так далее вы уже желаете то, что искренне транслирует ваше сердце и душа. И вот когда вы объедините все эти семь пунктов, вы увидите, поймете, все почувствуют и увидят, каково это. Вы спросите, как же все это взять и выучить, как это все уместить в своей голове. Иногда это действительно непросто. Могу сказать, что по примеру гостей иностранцев по большей части, я увидел, как они свои тосты, свои поздравления абсолютно не стесняются готовить и прописывают на листиках заранее. Потом с листиком же их и читают. Естественно, соблюдая какие-то моменты контакта взглядом с аудиторией, не все время уткнувшись в лист, читают. Так вот, вы тоже вполне можете это делать. Поверьте, это гораздо-гораздо лучше, чем если вы БМ, счастье, здоровье. А все к этому всегда и сводится. Лучше запишите на листике. Если же вы хотите пойти дальше и сделать все действительно в превосходной степени, тогда не поленитесь. Если вы знаете, что идете на торжество к важным для вас людям, прорепетируйте несколько раз. Вслух проговорите. Включите речевой интеллект. Если вы 3-5 раз проговорите вслух ваш тост, вы поймете перед зеркалом, чтобы увидеть, как вы говорите, как звучите и так далее. Вы, когда встанете уже на празднике за столом, возьмете в руки микрофон, поверьте, вы покорите сердца не только тех, кого поздравляете, но и тех людей, которые вас будут слушать. Очень много раз уже были примеры того, как люди, используя похожую, подобную схему, меняли свое карьерное положение, заслуживали авторитет, доверие и так далее. Поэтому это очень важно. И теперь обещанное правило желанного гостя. Простое правило, которое подразумевает, что вы говорите о том, что происходит здесь и сейчас, или о том, что будет происходить, и о том, что касается тех людей, которые вокруг вас. Причем говорите в позитиве и с юмором. Всегда лучше говорить о будущем, нежели о прошлом. Вот такое простое правило, которое всегда сделает вас желанным гостем. А, ну, еще добавлю, что эмоциональность, чтобы, друзья, бы это не было монотонно и скучно. Подключайте эмоцию немножечко артистизма, и тогда это придаст еще больше красок и многоградности вашим словам. Используйте все то, что вы узнали, говорите красивые слова и тосты, и пускай это привносит в вашу жизнь еще больше удовольствия, общения и радости. Если данное видео было для вас полезно, поставьте лайк, пишите, может быть, ваши вопросы или комментарии под этим видео. Делитесь с друзьями, и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok